Привет! Меня зовут Сергей. Наверное, каждый из вас смотрел мультфильм «Корпорация монстров» или «Университет монстров», то есть его вторую часть. И там одним из главных героев был монстрик, которого звали Майк Вазовский. Это монстр круглой формы, зелёного цвета, с ручками, ножками и рожками. И сегодня мы этого монстрика попытаемся сплести, и я думаю, что результат у нас получится очень замечательный и весёлый. И к тому же не очень сложная схема плетения, поэтому, думаю, вы справитесь. Итак, поехали! Подготовьте ваш станок. Ряды на нём расположите так, чтобы центральный немножко выходил вперёд по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны столбиков должны смотреть на нас. Работу мы начнём с создания тела, и для этого я буду использовать салатовые резинки. Берём две штучки и накидываем с первого столбика левого ряда на первый столбик центрального ряда. Следующую пару накидываем точно так же, но с правой стороны, с первого на первый столбик. И ещё одну пару уже накидываем по центральному ряду, с первого на второй столбик. Теперь продолжаем накидывание по центральному ряду так, чтобы всего у нас получилось 7 пар резиночек. Одну пару мы накинули, значит, остаётся 6. Вторая пара, третья, четвёртая, пятая, шестая и, наконец, седьмая пара. Ещё раз проверю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь накидываем по левому ряду 6 пар и по правому ряду 6 пар, начиная с первого столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И с правой стороны точно так же накидываем 6 пар резинок. Соединяем левый ряд с центральным парой резинок и правый ряд с центральным тоже парой резинок. Это у нас основная часть тела. Сейчас нам нужно сделать ещё расширение. Небольшой промежуточек пропустим и по центральному ряду накинем 4 пары таких же салатовых резиночек. Одна, вторая, третья и четвёртая. Теперь с левой стороны будем накидывать первую пару. Мы накидываем на центральный столбик и по диагонали, сильно натягивая эту пару, накидываем вот на этот столбик. Обратите внимание, что не на соседний, а вот сюда. Теперь по левому ряду накидываем две пары. Одна, вторая. И последней парой соединяем левый ряд с центральным. На последний столбик накинем одну резинку, 3 оборота. Накинули, получился один оборот. Закручиваем второй оборот и закручиваем третий. Сейчас нам нужно накинуть поперечные резинки. Берём одну и накидываем вот с этого столбика по диагонали в правую сторону сразу через три столбика. Чуть ниже точно так же накидываем одну резинку и ещё ниже тоже одну резинку. Везде здесь использовалось по одной резинке поперечных. И мы готовы перейти к процессу плетения этой детали. Начинаем вот отсюда. Отодвигаем три оборота. Изнутри захватываем пару. Снимаем, которая верхняя пара. И накидываем её в левую сторону. Теперь давайте продолжим плести левую часть. Заводим крючок сюда. Отодвигаем всё, кроме нижней пары. Захватываем её. И накидываем вперёд. Отодвигаем поперечную. Изнутри захватываем пару. Снимаем и накидываем вперёд. Отодвигаем поперечную. Следующую пару. Она у нас сильно натянута. Накидываем её на центральный столбик. И сейчас ещё сплетём центральный ряд. Изнутри пара. Вперёд. Отодвигаем поперечную. Следующая пара изнутри вперёд. Ещё одна. И последняя пара. Готово. Теперь всё, что мы с вами наплели, снимаем со станка. Кроме вот этого последнего столбика. Его мы снимем на крючок. И это у нас получилась левая часть расширения. Чуть позже нам нужно будет сделать ещё и правую часть. Итак, сюда засовываю крючок и снимаю все эти петельки со станка. Вот такая деталь на данный момент у нас есть. То, что у нас сейчас находится на крючке, мы должны накинуть на третий столбик левого ряда. Натягиваем все петельки, а их здесь довольно много. Натягиваем, натягиваем и накидываем вот на третий столбик. На другой стороне этой детали ищем резиночку, которую мы закручивали три оборота. Вот она. Засовываем крючок в неё. Натягиваем эту деталь пальцами. Натягиваем, натягиваем. И накидываем вот эти обороты, которые мы только что захватили крючком, на последний столбик этого ряда, на котором у нас есть резиночки. Замечательно. Сейчас будем разбираться вот с этими поперечными. Берём первую и накидываем её треугольником. Раз, два, три. Следующую берём, тоже накидываем треугольником. Раз, два, три. И, наконец, последняя у нас третья. Накидываем треугольником. Раз, два, три. Готово. Давайте опустим вниз всё, что мы с вами сделали. Но это ещё не всё. Теперь нам нужно вот эту деталь, это расширение, немножко натянуть. И здесь мы видим петли. Вот в этой части. Видите, здесь первая петля. Я засовываю крючок в неё. И накидываю на столбик. Следующую петлю сверху вниз завожу крючок. И накидываю её на столбик. И, наконец, последняя петля. Вот она. Заводим крючок в неё. И накидываем на столбик. И у нас на трёх столбиках накинута эта деталь. Раз, два, три. И ещё вот на этих столбиках. Одну часть мы закрепили. Сейчас давайте сделаем ещё одно такое же расширение. Пропустим небольшой промежуток. И накинем четыре пары по центральному ряду. Одна, вторая, третья. И, наконец, четвёртая пара. Теперь разбираемся с правой стороной. Одну пару накидываем по диагонали. Вот так сильно её натянув. По правому ряду две пары далее идут. Одна и вторая. Соединяем центральный ряд с правым парой резиночек. На последний столбик накидываем одну резинку три оборота. Один. Закручиваем второй оборот. И закручиваем третий. И накидываем поперечные резинки. По одной штучке. Первая поперечная у нас идёт вот так, сквозь три столбика. Вторая через три столбика. И третья тоже через три столбика. Берём крючок и приступаем к процессу плетения. Отодвигаем три оборота. И захватываем пару, которая находится выше всего. Она идёт в правую сторону по диагонали. Теперь здесь отодвигаем все резинки, кроме нижней пары. Захватываем нижнюю пару изнутри, снимаем и накидываем вперёд. Следующую пару изнутри захватываем и накидываем вперёд. И далее у нас идёт диагональная пара. Захватываем изнутри и накидываем на центральный столбик. Теперь центр. Изнутри пара у нас идёт вперёд. Следующая пара тоже. И здесь у нас всё просто получается. Готово. Всё снимаем, кроме последнего столбика. С последнего столбика снимаем резиночки на крючок. И размещаем на третьем столбике правого ряда. Всё, что у нас на крючке находится, мы натягиваем и аккуратненько накидываем на вот этот столбик. Будьте внимательны, нужно накинуть именно все петли. Готово. На другой стороне этой детали ищем резинку, которая закручена 3 оборота. Вот она. Натягиваем её и саму деталь тоже немножко натягиваем и накидываем на последний столбик этого ряда, на котором, конечно же, есть резинки. Разбираемся вот с этими торчащими петлями. Точно так же накидываем, как и в детали с левой стороны. С левой стороны. Раз, два, три. Вот таким треугольничком. Следующую деталь ищем. Вот она у нас. Накидываем раз, два, три. Тоже треугольничком. И последняя деталька торчащая. Накидываем треугольником. Раз, два, три. Опускаем пониже. И сейчас будем накидывать на этот ряд, вот на эти три столбика, петельки. Натягиваем деталь. Ищем. Вот у нас петля. Эту петлю накидываем на вот этот столбик. Далее следующая петля. Завожу крючок сверху вниз. Она отчётливо видна. Завожу сюда. И, наконец, третья петля. Завожу сверху вниз крючок. Вот она. Накидываем на столбик. Всё, эти детали закреплены. Сейчас нам нужно сделать ручки, ножки и рожки нашего монстрика. Давайте посмотрим, как делаются ручки и ножки. Сначала нам понадобится три жёлтых резинки. И к каждой жёлтой резинке готовим зелёную пару. Раз, два, три. Вот три пары. Берём одну резинку, жёлтую. Закручиваем два оборота на крючке. Захватываем. И накидываем на крючок ещё раз. Салатовую пару на кончик крючка. И просовываем вот эти обороты на зелёную пару. Другую часть этой пары накидываем на крючок. Двигаем ближе к корпусу крючка. И берём следующую жёлтую резинку. Накручиваем её два оборота. Захватываем эти обороты, накидываем на крючок ещё раз. Берём пару салатовых и накидываем на них только жёлтую резиночку. Другую часть салатовой пары накидываем на крючок. Берём ещё одну жёлтую. Закручиваем два оборота. Захватываем эти обороты и накидываем на крючок ещё раз. Берём пару салатовых и размещаем на этой паре только жёлтую резиночку. И это мы с вами сделали пальцы. Пальцы конечности, скажем так. Вот три пальца у нас есть. Теперь подготавливаем пять пар салатовых резинок. Одна, вторая, третья, четвёртая пара и пятая пара. Берём одну из этих пар, накидываем на кончик крючка и снимаем все эти детальки по очереди на эту пару. Одна, вторая и третья. Другую часть пары накидываем на крючок. Следующую, вторую пару берём. Просовываем сквозь петли, которые у нас уже на крючке имеются. И другую часть этой пары накидываем на крючок. Третью пару проводим внутри и на крючок. Четвёртую, внутри и на крючок. И, наконец, пятая пара. Проводим её внутри и другую часть накидываем на крючок. Вот у нас получилась такая нога. Но, в принципе, рука выглядит точно так же. Поэтому сейчас вам нужно снять эту деталь с крючка и самостоятельно сделать ещё три таких деталей. А я их уже предварительно сделал и поэтому готов закреплять их на основном теле нашего монстрика. Итак, я беру одну деталь, засовываю крючок обратно в петельки, которые у нас были сняты временно. И накидываем на последний столбик левого ряда, на котором есть резинки. Закреплено. Берём ещё одну такую же деталь, просовываем сквозь петли крючок и накидываем с правой стороны. Закреплено. Это ноги. Теперь давайте разбираться с руками. Берём одну и размещаем на третьем столбике левого ряда. Натягиваю и накидываю вот сюда, на третий столбик. Ещё одну руку, как вы понимаете, нам нужно накинуть на третий столбик, но с правой стороны. Готово. Сейчас мы сделаем ушки. Для создания ушек нам понадобятся три резинки для каждого ушка. Берём одну, закручиваем два оборота на крючке. Захватываем эти обороты, накидываем на крючок ещё раз. Берём пару жёлтых на кончик крючка и переносим вот эти обороты на пару жёлтых резиночек. Другую часть пары накидываем на крючок. И размещаем на первом столбике левого ряда. Все вот эти петельки вешаем сюда. С правой стороны нам нужно сделать такую же деталь. Опять же берём три резинки, одну из них накручиваем два оборота. Захватываем, накидываем на крючок ещё раз. Берём пару на кончик крючка, снимаем вот эти детальки. Другую часть накидываем на крючок и размещаем на первом столбике с правой стороны. Замечательно! Теперь на последний столбик центрального ряда, на котором у нас есть резинки, накидываем одну, три оборота. Накинули один, закручиваем второй и закручиваем третий оборот. И приступаем к этапу плетения. Отодвигаем эти обороты и захватываем пару изнутри, самую верхнюю. Снимаем её, она идёт у меня в правую сторону. Накидываю поэтому по диагонали вправо. Следующую пару захватываю изнутри, она идёт в левую сторону. И, наконец, последняя центральная пара у нас идёт вперёд. И давайте вперёд этот центральный ряд и прогоним. Изнутри, вперёд, изнутри, вперёд, далее, далее. И осталось две пары буквально. Одна. Секундочку. Прежде чем нам накинуть вот сюда, нам нужно взять одну резинку и накинуть её треугольником. Раз, два, три. Вот так. А теперь можно накидывать вперёд. Следующую пару мы накидываем изнутри, вперёд. Готово. Теперь давайте работать с левым рядом. Заводим крючок вот сюда. Здесь накинуто много резинок, но нам нужно отодвинуть все. И захватить изнутри самую нижнюю пару. Захватываем её, снимаем и накидываем вперёд. И дальше плетём точно так же. Захватываем изнутри, опять же, самую нижнюю пару. Снимаем, накидываем вперёд. Следующую. На третьем столбике будет сложный момент, так как здесь накинуто много резинок. Нам нужно завести крючок внутрь, отодвинуть, как обычно, все. И, как обычно, захватить самую нижнюю пару. Захватываем и накидываем вперёд. Отодвигаем поперечную. Изнутри вперёд. И здесь изнутри зелёная пара у нас идёт на центр. Левую часть плели. И теперь давайте разберёмся с правой частью точно так же. Завожу крючок. Захватываю самую нижнюю пару. Накидываем вперёд. Накидываем вперёд. Захватываю самую. Захватываю самую. Захватываю самую. Захватываю. 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 Здесь я помогаю себе пальцами, чтобы мне хорошо была видна самая нижняя пара. И готово! Теперь мы возьмем две резиночки, просунем крючок сверху вниз внутрь первого столбика центрального ряда сквозь все резинки, накидываем пару снизу, вытаскиваем сверху и делаем из этой пары петельку, проведя ту часть, которую мы держим пальцем, внутри другой части этой пары. У нас получилась петелька, затягиваем ее, насколько это возможно, но ее сейчас сильно мы затянуть не можем, так как на столбике много резинок, поэтому аккуратненько придерживайте ее пальцами, пока все остальное мы снимаем со станка, чем, собственно, сейчас и займемся. Снимаем все, что наплели. Убираем станок в сторону, он нам больше уже не понадобится. Посильнее затягиваем петельку, на которой все держится, и расправляем нашего монстрика. Но он пока у нас еще не до конца готов. Как вы видите, нет глаза, нет рта. Сами для себя определитесь, какую часть вы для себя выбираете лицевой. Или вот эту, или вот эту. Я, например, сделаю вот эту часть лицевой, поэтому торчащие петельки я вплету в заднюю часть тела. Завожу сюда крючок, в любые петельки. Захватываю торчащие крючком и вплетаю их внутрь, чтобы они исчезли. Если еще торчит, то еще подальше можно вплести. Вот так. Так, теперь отложим вот эту деталь в сторону и займемся созданием глаза. Для создания глаза подготовьте одну черную резинку и бирюзовых 6 штучек. Раз, два, три. Раз, два, три. Если бирюзовых у вас нет, а это будет как раз цвет глаза, то вы можете воспользоваться, например, синими резинками или голубыми. Глаз мы будем плести только с помощью крючка. Поэтому мы откладываем вот эту деталь в сторону, берем одну черную резинку и накручиваем ее на крючке три оборота. Один, второй и третий. Плетем по технологии магическое кольцо. Одну резинку просолываем сквозь петельки, которые у нас на крючке остались. Другую часть этой бирюзовой резинки накидываем на крючок и проводим левую часть внутри правой части. Заводим вновь крючок в центр черной резинки и накидываем следующую, бирюзовую. Протаскиваем ее внутри черной. Другую часть бирюзовой накидываем на крючок и далее самую левую резиночку просовываем внутри тех, которые находятся правее. Готово. Вновь заводим крючок в центр. Захватываем одну резинку. Протаскиваем внутри черных оборотиков. Другую часть бирюзовой накидываем на крючок. Самую левую резинку проводим внутри правых двух. Готово. Заводим вновь в центр. Накидываем следующую бирюзовую. Всего, напомню, у нас 6 бирюзовых должно использоваться. Другую часть на крючок и самую левую резинку внутри двух других. Опять в центр. Накидываем. Протаскиваем внутри. И самую левую часть внутри правой. Опять засовываем внутрь. Проводим внутри. Другую часть на крючок. И самую левую резиночку внутри двух правых. И вот у нас получился первый слой. Давайте посчитаем, сколько у него петелек. Вот эта первая, которая находится поперек, у нас не считается. В счет ее не берем. Раз, два, три, четыре, пять. И на крючке шестая. Теперь мы подготавливаем 12 бежевых резиночек или белых, например. И продолжаем плести. Но в этот раз в каждую петельку мы будем заводить по две резинки. Итак, заводим крючок в первую петельку. Вот она у нас. Обратите внимание, не вот эта маленькая, поперечная, а вот в эту, которая полноценная у нас. Заводим крючок. Резиночку. Протаскиваем внутри. Другую часть на крючок. И самую левую внутри двух других. Вновь заводим крючок сюда же. Вторую резинку в эту петлю. Левую часть накидываем на крючок и протаскиваем внутри двух петелек. У меня чуть-чуть расплелось. Сейчас я исправлю. И мы с вами продолжим дальше. Вот так. На таком этапе мы остановились. Теперь обращаем внимание на следующую петельку. Вот эту. Заводим крючок в нее. Вплетаем сначала одну резинку. Затем сюда же заводим крючок и вплетаем еще одну. Следующую. Итак, мы продолжаем вплетать по две петельки в каждую бирюзовую петлю. И таким образом у нас получится круг. Вплетаем крючок. Ну что ж, посмотрите, у нас осталась одна бирюзовая петелька и как раз две бежевых резинки, или белых. Раз. И еще одну. Просовываем внутри. Готово. Вот такой у нас глаз пока получился, но он еще не совсем полноценный. Выберите, какая сторона у вас будет являться лицевой. Ну, например, вот это будет у меня лицевой, поэтому петельку, которая вот здесь торчит, нам нужно ее вплести. Но так как кончик у этой петельки короткий, я возьму еще одну резиночку и сделаю наращение. Провожу внутри, другую часть на крючок и левую внутри захватываю. И теперь эту петлю я вплетаю куда-нибудь внутрь, чтобы она не торчала и не расплелась. Вот сюда куда-нибудь вплетаем. И так можно по периметру дальше продолжить процесс вплетения, пока она вся не исчезнет из виду. И в итоге у нас получилась вот такая деталь. Теперь нам нужно взять две черных резинки плюс одну. Эти две черных резинки мы накручиваем на крючок два оборота. Захватываем эти два оборота и накидываем на крючок еще раз. Берем одну, накидываем на кончик крючка и снимаем вот эти обороты на одну резиночку. Другую часть этой резинки накидываем на крючок и левую часть проводим внутри правой. И затягиваем получившуюся петельку. Далее заводим крючок внутрь глазика и захватываем торчащую петлю. Протаскиваем внутри и вот у нас получился такой глаз. И с другой стороны торчит петля. Теперь нам нужно с обратной стороны засунуть крючок. Я, например, вот сюда засуну и здесь буду закреплять глаз. Захватываю торчащую петельку и вплетаю ее, завожу внутрь. Теперь нам нужно вот здесь рядышком, не в эту же дырку, а рядышком завести крючок. Захватить с другой стороны торчащую петлю, которую мы держим пальцем и вывести вновь на лицевую сторону. И в эту петлю мы должны засунуть, предварительно ее расширив, глаз. Засовываем и все. Петля у нас очутилась за глазом и глаз у нас теперь закреплен и сзади практически ничего, как вы видите, от черной резинки не видно. Это у нас глаз. Но еще нам нужно сделать рот. Для этого тоже воспользуемся одной черной резинкой. Заводим крючок с задней стороны вперед. В том месте, где вы хотите сделать рот, например, вот здесь. Или даже чуть-чуть поменьше я его сделаю, поэтому заведу крючок где-то, может быть, вот здесь. Вот так, думаю, будет прекрасно. Захватываем одну часть и протаскиваем внутри. Так. Теперь нам нужно в эту черную резиночку с обратной стороны нашего монстрика засунуть крючок. И также засунуть крючок уже с другого бока. С другого бока. Вот сюда. Но делайте это аккуратно, чтобы вот эта петля никуда не делась. Ну, можно ее придержать пальцами, наверное. Так. Засовываем вот сюда. Ровненько будет. Ну, более-менее. Нам нужно вытащить там, где мы хотим, чтобы рот, другая сторона рта была. Поэтому желательно вытащить ровненько. Наверное, объяснение не очень здесь получается какое-то понятное. Но я думаю, суть именно, суть вот этого процесса вам будет ясна и понятна. Итак, вот так мы это должны вытащить. Теперь захватываю эту торчащую петлю и вплетаю ее в обратную сторону. Высовываю ее с обратной стороны. И здесь мы теперь должны взять одну резиночку, просунуть сквозь обе петельки и из этой черной резинки тоже сделать петлю, проведя левую часть, внутри правой, как обычно. Затягиваем. Вместо черной можно и зеленую было использовать, в принципе. Так. Ну вот, с лицевой стороны у нас все прекрасно. А вот эта, чтобы не торчала, мы ее просто вплетем. Захватываю несколько петелек и вплетаю торчащую. И еще дальше можно вплести. Так. И вот так. Все. Теперь расправляем то, что у нас получилось. В общем-то, все получилось здорово и прекрасно. Отличный монстрик у нас с вами вышел. Я надеюсь, у вас он тоже получился. И поэтому поставьте за это видео лайк. Мне будет приятно. А вам буквально сделать один клик. Подписывайтесь на мой канал. И пишите в комментариях ваши впечатления и отзывы. А мы с вами встретимся в следующих видео уроках. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова